И мы узнаем совсем скоро, кто же пройдет туда, будь ли наши две СНГ-команды там, либо мы останемся без наших любимчиков. Слушай, сейчас у нас впереди этот матч и следующий матч, где будет ВП, поэтому точно нужно просыпаться, нужно улыбаться, и нужно следить, и нужно болеть, что самое важное. Вообще, вот знаешь, я пока пики смотрел, мне так понравилось БП, тем как раз пикали, да? Ну, в конце просто талоны перевернули этой ВРК, потому что ВРК и центральный коридор хорошо чувствует, и при этом в СВНа будет постоянно цепляться. Интересно посмотреть будет. Пугает меня этот герой, не появляется он на The International и неспроста. И главная причина, почему ВРК исчезла из просцены, это Глейбнир, который изменился. Раньше ты покупал Атос, спокойно выходил в молнии Глейбнир, теперь этот билд не работает, тебе нужно покупать статы. И вот по билду поглядим. То есть, понятная идея, что нужно отстоять линию хорошо, и об этом Сан Би только что говорил в предматчевом интервью. А в целом, посмотрим. Посмотрим, Виндрейнджер, это интересно. Как минимум, талон много экспериментов делает, Вивер уже был, но это была позиция саппорт, теперь это позиция 3. Забирает Джабс руну и выбегает отсюда. Ну и одна руна еще для Бэтбум остается, разменялись 2-2. Пожадничаю немного саппорт и ББС. Потому что там в лесу встреча. Найтфолл, кровавая граната висит, отспамливаются, но очень сильно потеряли хп из Свена Винга. Они могут дальше продолжить сменить триплой так стоять и убивать просто весь ресурс. Пожадничали сентрю, из-за этого Вивера могли там и наказать за вот такую кражу, знаешь, агрессивную. Так, понимает ГПК, что ядом никак не достанет Микота и просто вкачивает Хиллари, решает просто пушить линию. Достаточно правильное решение, других нет на этой линии. В этом матчапе точнее. Да, Пойзон все равно появляется. Посмотрим, как Микота будет от этого Пойзона постоянно выходить. Один прошел все равно. Прессинг какой-никакой будет происходить на первых минутах. Снизу Спектра, Тайтхантер. Давай вообще эту линию оценим. Для Пьюра легко? Я думаю, точно будет легко, потому что постоянный прессинг будет идти от сейва. Ну, будет так себе, знаешь, для этой Спектры конкретно. Да, придется потерпеть поначалу, хотя потом, я думаю, будет определенный мейс. Спектра с ультимейтом можно будет и на Вингу садиться. Да, я думаю, и на Даззла можно будет пробовать. Вместе с Вирспиритом Виндрейнджер будет влетать в контроли. Здесь в целом-то хватает. Ну и Вивер позиция 3. А в чем идея здесь, как думаешь, какой это будет Вивер? Это будет Вивер, который будут выходить привычные Дезоляторы или это будет... Что? Что это будет? Слушай, может быть, это тот самый знаменитый саппорт Вивера через Аганим, который нерфили и нерфили. Ну, большой вопрос. Все зависит от старта, да? Если у него хороший старт, он чувствует себя хорошо, он бегает всю карту, кошмарит, то, конечно, это будет тот самый агрессивный Вивер через какой-то Атос потенциально. Даже уже по Затару, да? Так, Затар у нас пока что... Там в Рейсбэнде не должно быть ничего интересного. Да, в Рейсбэнде танго. Ну, пока просто смотрит. Ну, проблемки у Найтфолла уже небольшие. Выбивает куча ресов. Винга особо помочь-то и не может. Просто занимается пока что блоком компов. Оставляет Вивера со Свеном 1 на 1. И Свен точно недоволен этому. Ну, а может быть, Свен фармит. Просто придется побольше регена подвозить постоянно. Джабс вечно видит этого Свена. Сразу пару ударов выкидывает. Ждем отводы. Так, легкий выход от Торонто-Токио. Стан 1 залетает чисто ради крипа. И на этом конец. Так, ну что на центре у Винд Рейнджер? Все в порядке. 12 на 12 крипстаты равные. Пока, естественно, Микота держится. ГПК просто забирает своих крипов. Мы видим, что ребята даже друг с другом не играют. Крипов забирает ГПК под руну и уводит их под башню. Ну, я видел, на пару раз ГПК пытался рейнджа подхилить, чтобы просто переиграть, заденать рейнджа. Ну, так чисто на микроскеле. Да, если тайт очень просто, то Спектран находится под прейсингом постоянным. Выходит Муэрта. Это, я думаю, уровень 2-3. Мы можем увидеть даже попытку сделать фраг. Спектру пытается убить на нижней линии. Зеколинг, 23-й под башней. Замерз. Пьюр это спасает. Спасает 23-го, но из регена только танго. То есть крипам ты сейчас подойти не можешь. У сейва откатятся кнопки. Дэдшот, Зеколинг можно повторить и снова попытаться Спектру добить. Так, сбивает фласку. 23-го очень неприятный момент. Действительно, знаешь, вот аппарат, он такой вот, ни рыба, ни мясо можно это назвать. Потому что дэмэджа от него колоссально мало, вот прям реально мало. И он не может себя засекерить линию, как тот же, например, Андаинг, да, какой-то условный. Или Тренд. Это издержки драфта, опять же. Ну, и Бэтбум, я вижу, что они подготовились по драфту команде Талон. Лучших героев забанили. Не позволили сыграть тем же Тинни. Таск на первой стадии. То есть подготовка была еще до сегодняшней игры от Бэтбум. Мы понимали, что, скорее всего, бразильцев они пройдут. Но даже если ты не уверен, что пройдешь, ты должен готовиться к следующему противнику играть на плюс морали. Найтфолл под прессингом. Но 19 на 3. Что самое важное. Он фармит. Может быть, там много танков привезено. Может быть, с этой проблемой нападей на Торонто-Токио. Но подходит и Джабс. Стан мимо. Уворачивается вивер с шикучами. И снова неудача. А сейчас они будут снова нападать. Ведь у них еще и глиф в добавок есть. Они нажмут глиф и просто задавят. Будет ли этот момент? Нужно понять, есть ли у Винги так нападение. Будет момент на Оле. Оле Стики нажал. Заколинг работает. И сейв делает последний удар. И это первая кровь для команды Бэтбума. 23-й все еще под прессингом. Пьюр давит дальше. Есть Гаш. Есть Ринг оф Хеллс. Ничего не боится. Это Тайтхантер. Да, пока эта линия совсем беда. При условии, что у Тайда может у Метеор появиться. Очень быстрый. И ты против Метеора на этой линии не играешь. Ты не можешь Тайда остановить. Он будет пушить. Да никто его как будто остановить не может в команде. Потому что станов-то маловато. И что, мы будем только земельку условно перетягивать? Нельзя умирать в таких моментах. Особенно аппарат. Акадуна от Нетфола. Просто толкают. Будет ли вбивать. Гранатка кидается. Фэрик есть. Слушай, может быть еще в этот момент Рейндро подкатится. Фэрик появляется. Нажимает Найтфолл и уходит просто под башню. Что по регену? Может быть что-то летит. Летит своя нафласка. Надо чуть-чуть потерпеть. В целом, главное, что Найтфолл выживает. По опыту не проседает. Но линия непроста. Да, Вивер прессингует просто без остановки. Ну и прессика от Бэтбум. За башню они заходят. Собирая здесь всю пачку крипов. 23-я остается под башней. И его это полностью устраивает. Покупает тебе урну. В общем, такой стандартный билд этого Интернешнала. Урна. Бладмейл. Дальше вот вижу Радиенс. Ну да. Ну вот если смотреть талонов, да. У них по факту есть три кора. А вот у Бэтбум тем я вижу ярко выраженного Свена. Ведь если Свен один умирает, либо там он не бьет, то а где дэмэджи взяться? Вообще справедливо. А Тайт может закупать реген, там Тараски, какие-то, не знаю, аганимы, рефрешеры. Соглашусь с тобой. Может быть Дазл это урон? Я вот вспоминаю игры, ведь Дазл он способен на октаринах, аганимах носить уроном не меньше, чем тот же Свен в определенных ситуациях. Я думаю, ты знаешь, в начале и в середине история. Но когда зайдет уже игра до лейта, я не особо верю. Тут сейв ворует ДД, просто заставляет Микота поражать Виндран и просто ретироваться. Да, и не факт, что вообще Микота сможет в мид вернуться. Сейв готов. И даже может 2 в 2 готовы ребята подраться, пока Микота вышел. Фокус фаер, тут же сейв дерется, Виндран работает. Он вот-вот закончится, ГПК помогает регенам. Сейв все же очень Микота классную позицию выбирал. Билл с елочек, Вижн при этом оставался на Муэрту. 1-1, талон на месте, очень грамотно реагирует Кью и распределили урон. Идеально. Он знал, что останется сейв с ДД ждать дальше, потому что сейчас катапульта стоит и крутая реализация телепорта. Оказался там, где надо и помог своему мидеру опять же. Просел немного Найтфолл. Все же понятно, может быть по крипам все хорошо, но постоянно ты довозишь танго, фласки. Это влияет на экономику нападений на Пьюра. Не думаю, что его реально убить. Лотос, тики в запасе. Пьюр еще крипа забирает, гашем тут же. Но у Найтфола все в порядке будет в лесу. Мы посмотрим еще за стаками, насколько Бэтбум в этом эффективный. И Сван камбэкнет. Так, ГПК уже должен лететь. Мидас по Найтворсу и таймингам. Или это ПТ? Я думаю, это все-таки ПТшка. Так что у него вроде все хорошо, но пока еще рановато. И вот он сразу видимо целится в Аганим. Что интересно даже очень посмотреть. Да, но все равно Мидас, я думаю, что ГПК не откажется. И после Аганима его можно прикупить. Это точно не будет ошибкой. Ну да, Дазл знаешь, одна ошибка, и ты ошибся. Потому что раз умер Дазл, два, а как дальше камбэкать? Мидас хоть как-то может позволить себе дать какое-то пространство на ошибку. Или же момент, что если игра затянется, уже так, пока нападение на Торонто Токио. Тут же Микота подбегает, нажимает просто винран, фокус фар, Торонто Токио. Кью нажимает тебе аут. Ого, 23-й еще прилетает, это позволяет напасть на ГПК. ГПК играет без Шелло Грейба, подходит сейв, ставит за коллинг. И придется отступить дэдшот Микота. Микота может забрать руну волшебства тут же. Ну неплохо, неплохо, может быть чуть больше ресурсов потратили. А с другой стороны, 23-й вернулся на телепорт, он на башне. Только не знаю, готов ли он здесь стоять. Метеор Хаммер спамится. Пьюр может просто к этой спектре вплотную подходить и выкидывать Метеор. Вот знаешь, если сейчас Швен зайдет в портал и просто с ультой 23-го убьет, это будет очень круто ему. Вот, и он это делает. Он это делает, сейчас мы увидим. На варде он это делает. Эх. То есть это, конечно, такой уже стандартный вард. Мы и с Мантисом, по-моему, с тобой обсуждали, что этот вард, нужно его искать по таким таймингам. Парный портал, вижен установлен, притом я вижу и на другой стороне нечто подобное есть. Команды ждут эти перетяжки. Без смока тяжело. Так, при этом талон в смоках бегут, аппарат плюс земелька, аппарат еще не имеет левел 6. Они бегут под бот, дефать, видимо, в вышку. Интересно, и Боутайда, и Рэвидж, и Метеор, и если здесь будет плюс один, может быть, и 2 на 3 смогут разобраться. Пьюр теряет Метеор. Попытка была заданная, но не получилось, что от третьего ничего. Зашли в портал саппорты. Сверху уже втроем Бэтбум-тим готовы принимать. Сейчас встретим мейтам, нужно просто дать стан, залетать за коллинг. Прилетает квиктрай и начинает просто избивать. Вот это прилетает 23-ю. Найтбола можно разменять, убивает тут же Свена. Давит Распирид, подлетает и ГПК. Как много игроков команды Бэтбум все на топе оказались. Джабс шикучий, не хватает маны, может быть, подлить. И с чем есть, чем подлить, да, но... Дэшот сейф! Идеальный выстрел. И Джабс в таверне успел среагировать. Не дэдшот третий, урона хватило. 4-3. Вивер, Спектра в таверне с одной стороны Свена потерялись, с другой. Ну, пока что игра очень бодрая. Все дерутся постоянно. Вроде как фрагов мало, а столько экшена уже на карте у нас произошло. За последнее время. Так, трон-то токи работают по вардикам. Законтролили топ-руну. Выпало руна ускорение для ГПК. Ну, Пьюр, знаешь, себя фривольно чувствует в боте. Никто его не беспокоит. И, в принципе, не может даже побеспокоить. Ну, в теории какая-то вэрка, да. Но вэрку стягивать это такое. Да, и этот геймплей может продолжаться долго. Может быть, даже Пьюр сможет блудмейл прикупить на тайде. Мы уже такое видели. Игра вэрка самая простая. Дабы фокус закончился. И ее фокус фаер. Был смоук от команды Бэтбум. Находят Вивера. Должен быть Сайленс. Хватит ли контроля. Вивер под Сайленсом. Джабс одна секунда Тайблапса не успевал. И снова Джабс только появился. Прилетел тут же в таверну. Вивера серьезно останавливают по экономике. Хотя он все еще выше Свена. Ну и Свен в лес не перемещается. Чисто Найтфол пока на линии. Снизу выход от саппортов. Идут ребята к тайде. Такой своеобразный байт. А тут вэрка вэрка бежит от тайда. Но реведж, метеоры, саппорты. Но талон и это читает. Тут же активирован скан. И понимает, что это ловушка. Нельзя на тайду выходить. Бежали на пьюра. И там стоит вард над тайдом сверху. Пьюр по идее должен был отбегать. Как-то бояться. Но он видит, что он стоит так спокойненько. И сразу использовали скан. Прочитали всю эту историю. Так сказать, немного спалились. Ведь еще и Дазл мог законнектироваться. Он здесь хостой. Понимают Бэтбумы, что хотят нарастить все преимущества. Перетягиваются под центральный коридор. И снова варды. И снова по вардам двигаются игроки Бэтбум. То есть тут то одна команда, то другая. Играет по-хитрому ГПК на руне ускорение. Продолжает погоню. Но это бесполезно. Виндрейнджер уходит на безопасный треугольник. Можно пушить. Не будет драки. Бэтбум просто заберут башню. Спектра уже готова перетягиваться. Захочет ли Вивер. Знаешь, Вивер два раза погиб реально, как ты и подметил. И он уже совсем... Хотят убить Пьюра. Пьюр. Будет давать реведж. Не будет реведжа. Взрывает Пьюра. За две секунды. Как же рано они пошли. Не хватило. Не хватило на самом деле момента, чтобы они напали, а не в них. Знаешь, реведжа пока в него закатывались. Что-то такого. Но это было слишком быстро. Ожидал ли Пьюр, что могут убить... Как-то неожиданно. Казалось, что это тайд классический, которого будут 5-6 секунд избивать. Хорошо. Мощная подсчетчина талона защищает мид. И Бэтбум, я думаю, чуть успокоится. Вообще, вспоминая результаты этих команд в этом сезоне, конечно, Бэтбум далеко не короли оффлайна. Лучший результат это топ-6 на Риаде. Все остальные мажоры, мы помним, полный провал. На дачу ребята приезжали. Тоже результат неудовлетворительный. В то время, как талон как раз и по сезону, и на мажоре себя показали круто. И на Риаде дошли до топ-3. Есть такая проблема, что Бэтбум короли онлайна, но в оффлайне у них всегда проблемы. Посмотрим, смогут ли они это проклятие разбить здесь. Ибо матч гарантирует проход в топ-8. Ну и главное, ты попадешь на The International, уже настоящий. Ну, я думаю, для этого точно нужно постараться. Центральную башню Сил Света атакуют. Ждали Бэтбум момент. Ты говоришь, что игра активная. По правде говоря, не считая вот этого момента на топе, в остальном игра идет достаточно спокойно. Хоть и перетяжки на линии есть, но редко они доходят до реальной атаки. До кондиции, да? Потому что считаются. Ну, согласен, просто для меня и такие перетяжки это уже зрелищно. Потому что я вижу, что обе команды стараются. Снова нападение на Pure. Ох, ну он дал Рэвэйдж. Только чтобы выжить. Даггер. Работает все еще. Эффект айс-бласта. Повершот. Pure. Зарвется или нет? 270 хп. 60. 50. Все. В порядке. Но потерян Рэвэйдж. Не то, чтобы это сейчас важнейшая способность. Бутбум не играют в драке 5 на 5. Может быть для талона это будет лишний повод выйти. Я думаю, как минимум Тайд просто стянул четверых. Нажал Рэвэйдж. Развел на эмоции. Еще и вышел вдобавок. Его это устраивает. Он пошел уже бить. Эншей качаться. У ББ. Тим простая стратегия. Просто набирать айтемы. Не торопясь. Дождаться какой-то минимальной кондиции от Свена. Чтобы он прыгнул и показал возможности. Вивер такой старой школы. С первым слотом Линкенсфера. Давно я такого не видел на самом деле. Понимает, что много всяких станов. И сейчас появится уже шард на Даззе. Да, какой-то потенциальный. А вот кстати не всегда. Бывает, что Даззла этот шард игнорируют. Там вплоть до лейтгейма. Мы вот с Мантисом тоже это вчера обсуждали. Непонятно почему. То есть он появится, но после 2-3 артефакта вполне. Мидас у Кью. Это уже классика. Это классика. Кью поставит Мидас купить его на 20-й, на 25-й. Но он это и на тасках делал. Кстати, герой может быть похож. Нападение на Пьюра в этот раз. Свап прям вплотную от Торонто. Выживет ли Пьюр по маршрут неточный. Он выживает после Айс Бласта. Чуть-чуть не хватило совсем. И Тайт выходит в очередной раз. Не знаю, пока что выглядит какая-то возня условная. Вроде как должен Тайт здесь погибать. И должен нажиматься хороший сейв. Но сейва мы не видим. Только если впритык, да? Ну да, да. Главное, ладно. Результат есть для Абудбум. Торонто Токио помог. Тайт живет. Фарм продолжается. 5-4 по-прежнему счет. Сколько уже? 2-3 атаки. И ни одной смерти. У Спектры появляется Блодмейл. Ну в большей степени это все еще предмет для того, чтобы продолжать качаться. У Дазла готов Аганим. Я думаю, это такой первый мини-пауэрспайк. Посмотрим на его реализацию уже. Так, выход под 16-ю руну, судя по всему. Саппорты застакали в центральном коридоре у ББТ. Сейвят Дазла. Но очень аккуратный эталон. Быстрая вижен от Оли. Мгновенный Девардинг. Повершот прилетает. Резко 23-й нажимает Блодмейл. Залетает. Это Айсблаз, Торонто, Токио. Сваб, ГПК оказывается. Прямо в Айсблазе. Только хуже вышло. Ешелый Греб, ГПК. Пока дерется до конца. Навряд ли отсюда ему дадут выйти. Убили Расперида. ГПК взорвали. Торонто в таверне. Сейв в таверне. Джабс уже ворвался следом. Айсблаз, конечно, идеально зашел. И сваб был так же хорош для команды Талон. Забывает немножко ББТим, что Свен не готов коннектиться. А в свою очередь Талон и в пятером здесь оказываются. И просто само собой в большинстве переезжают. Легкий тир-1. Хотя с одной стороны легкий, а с другой стороны чем бить? Можно и дальше покачаться. И правда, уходит. Уходит. Только одну башню забрали Талон до этого момента. И правда, важный момент. Спектра одну кнопку нажимает и в эпицентре файта на нужной цели. Найтфолл. Телепорт пока нажмет. Уже файт закончится. Ну и ультимейт еще у тебя должен быть. Соглашусь с тобой. Все. Две тысячи, которые были у Бутбум. Бутбум отыгрывает команда Талон. Вивер. Второе Нетворс. Такая неожиданность для меня, что настолько много у Вивера есть. Хочу обратить внимание на блинк от Свена. Это очень редкое такое явление. Если сейчас с блинком они фрагов не дают, тут же Апс проблемки получает. Прилитает 23-й, нажимает Блудмейл. Пытается быстро убить Торонто Токио. Торонто Токио по заколингам дерутся. Бэтбум. Не особо это помогает. Сейв нажимает ультимейт. Стан от Найтфолла. Найтфолл даже с ультимейтом не готов драться. Он нажал МОМ, ультимейта не будет, оставляет сейва здесь. Минус 2 от Талон. Но что-то пока Бэтбум просто играет вторым номером. Не принимает драки. А не получается у них принимать, ведь сейчас они хотели сыграть первым номером. Свен для этого купил Блинк. И вот их первый же мув, и он просто снова не в попад. Они нашли Талонов, Талоны их развернули. И сейчас-то что у нас будет? Снова ББТ-тим побегут пятером. А Талоны уже будут готовы. Так, ГДС на спектру. 23-й будет ли здесь погибать? Нажимает Дотмейл, но не успевает ничего сделать. Вот реализация Блинка. Молодцы. Молодцы. 23-й расслабился. Да он не ожидал. Не было такого. Какой Блинк на Свене, на 18-й? Ведь это, знаешь, это вообще не классическая история. Это такая вот удивляющая, это аркадная история больше, что надо прыгнуть, нужно оказаться быстрее противников в нужном месте. На 6 минут быстрее, ну, как я и говорил с большего. А при этом мы видим, что 6 побед только у Свена с Блинкдаггером не самый высокий виндровид, но поглядим, как оно будет здесь. Немножко ускорилась игра, и, как ты сказал, именно Свен с Блинкдаггером это способствует. Ждем от Бэтбум под новый ультимейт Свена, может, даже Смоук Рэвич уже откатился. У Тайда готов пайп. Что по Виндрейнджер, кстати, как-то давно не видел, какой же билд. Молнии и БКБ. И Микота просто купит себе по фидмистям Йолнир. Да, у него будет одна задача, просто искать Свена, нажимать на фокус фаер, и на этом все. Казалось бы, да, есть и Дазл, как под сейф, есть и Винганн, но на Дазл и Вингу будет садиться земля с Бектрой, поэтому Талон выглядит очень уверенно по драфту. ББ-тим стакаются в верхней части карты, понимают, что если сейчас найдут какую-то халявную драку, халявный фраг, они могут зайти и Рошана вполне. Потому что минус армора достаточно, есть Гаш, есть Вейф от Винги и ГДС. Так, прочекали, даже рисуют, понимают, что противник читает всю эту историю. А Микота в этот момент хоть решил немного товара позабирать, фокус фаер на центре. Так же круто смотрится Линка на Вивере. Вот я смотрю и понимаю, ведь он от контеста теперь, он стоит в топе, он как Тайт, своеобразная. Трогать его вообще никто не хочет, если нападут, так он еще и ульт вдавит в случае необходимости. А Свен здесь, видимо, решил качаться до БКБ. А получается, Блин помогает просто пока из точек в точку другой прыгать. Росперид покупает тебе Мидаса, вот по поводу Росперида хотелось поговорить, раз это Q. Это может быть где-то в лейтгейме Аганим, достаточно быстрый. И, конечно, это в корне меняет процесс симфайта. Можно какого-то героя будут выкидывать так же, как и на таске. Можно будет спасать какого-то героя от жесткого фокуса. Короче, много вариантов с Блингдайгером Аганимом. Посмотрим. Пока что смачок от ББ Тим под бот. Будут искать, думаю, 23-го. Но он в этот раз фуловый, но, с другой стороны, и вся команда выходит в виде 23-го. Прыжок от Найтфолла. Стан первый. Стан второй. Нажимается Блэдмейл. Найтфолл готов бить сам себя. Рэвидж. Вивер встанет. Дэдшот залетает. Росперид вкатывается. Будут ли Бодвундраться второй волной. Винга погибает. Пьюр. Но это лучший танк. Готовый под этого танка играть. Найтфолл выходит. Прыжок на ВР-ку. Три удара от Микота. Больше нет. Вивер пытается из симфайта выйти. Принимает Росперида. Оли. Выходит. Росперид на Балдере. Улетает под Т2. Классно. Найтфолл выждал. Прыгнул. И ВР-ку, несмотря на Виндран, смог найти окно и убить Оли в шедоумулете. Метеор в этот шедоумулет. Дэдшот. Доставляет Оли двигаться. Еще и Вивер в спину. Зашел. Линкенсфера дропается. Таймлапс в запасе. Есть детекшн. Джабс убегает. Шикучи еще одни. Наверное... Оооо! Как близко! 90 хп остается. И талон. Отдаю драку. Но Бэтбум не смогут за это Рошана забрать. Теперь, кстати, разберу, что было. Крутая дисциплина от Бэтбум. Прыгнули, когда надо. И сразу отошли. То есть понял Найтфолл, что сам себя может убить в Бладмейл. Он просто вышел. Тиммейты добили. Сделали все дела. Закатил эту ВИР-ку, которая просто... Все, у нее красные глаза. Она бежит в этого Свена. Понимает ее задачу, да, условно. И Свен снова просто в нем прыгает. И на этом драка кончается. Так, гпк тут дерется у нас терзателем. Слушай, а это с умом, да? Чтобы от него не умирать, можно всегда Грейв на себя кинуть. Они, видимо, сделали работу над ошибками. Удобно. Удобно. Так, вот тот самый повтор. Где просто подождал. Подождал Найтфолл. Максимально выждал позицию. Доверился своей команде. А дожидается, как заканчивается Виндран. И можно прыгать. Так, драка, драка, драка. Сразу же Свен в шеклшоте. Но нет никакого урона. Спектра остается на топе. А тут не только в уроне дело. Тут еще дело в том, что они под своим Виженом, на своей территории. Аппарат там, условно, не готов. Он только ульдал. Ульд не попал особо никуда. Вот и влезть не стали. Потому что слишком высоки сейчас ставки. Так, а при этом ББТим с мачке решает ответный мув сделать. Назвлит Джавса. Есть минус такого Вивера. Да, он неуловим. Но и урона от него уже сейчас очень мало выходит. А покупая Блэкинг Барр с Линкенсферой, кого ты будешь убивать? Свен, Тайдхантер просто неубиваемый. Да и саппортами будут непросто. У Винги, например, Солар Крес появился. Достаточно плотный герой сейчас. Позажались на карте. Талон рисует, где могут быть противники. Из большего угадывают. Терзателю достался шарп у нас Оле. Так у них два Мидаса. Два Мидаса. Земелька с Мидасом, да, аппарат с Мидасом. И они готовы играть лейт? Это для меня одни из королей лейта. Точно Юго-Восточной Азии. Команда Талон. В Бэтбум я так не верю после 50-й минуты. Спора, конечно, оценивать, кто сильнее, кто слабее в лейте. Но когда у тебя два саппорта с Мидасами, я просто понимаю, что через 30 минут эти саппорты будут со слотами. А вот то, что Винга и Муэрты будут со слотами, пока есть сомнения. И по Нетворцу мы это видим. Уже высокий отрыв. Аппарат 7500. Айс Бласт. Ого! В ответ и прилетает прямо в Ростап. Так, это он в Ростап. Ох, и улетает сразу же отсюда. Это был Ростап от Азла. Должен был быть ГПК. Да, да, он толкнул. И это было важно. Еще и среагировать. Ибо все же не так ожидаемо был после Айс Бласта Шадоу Степ. Ты знаешь, решил не отдавать Егис, когда ему сказали, что ему достанется. Он решил за него драться. Обратите внимание, сейф тоже делает у нас Мидас. Судя по всему, мы сейчас будем просто наблюдать какую-то супер-мега-лейт игру. Главное, чтобы она была насыщенная. Насыщенная на активности, на фраге. Она точно будет насыщена, когда 5 минут до конца будет. И будут бесконечные драки с байбэками. До этого 30 минут. Можем видеть длительный фарм. У Свена уже Блэкинг Бар появился. Вот, кстати, да, вспоминаю еще вот эту самую важную драку для Бэтбум. Даззл нанес в 2 раза больше урона, чем Свен. Вот ты говоришь про урон. Пока Даззл чемпион по ДПСу. Нет, начало-середина, это понятно. Поэтому Даззл-то и пикает. И пока уже просто демонтирует тир 2 в боте. Далона никак не готова драться. А, 10 тысяч урона у Даззла. 8 тысяч у Муэрты и только 5 у Свена. Так, Вижн хороший у Талон. Драться Ваегис. Вкатывается в Эрспирит Торонто-Токио. Быстро пытается выключить Веншипл Спирит. Шолу Грейв. Янга живет. Можно будет свапнуть даже Найтфола. Попытаться свап Эрспирита. Очень долго убивает Венгу. Станет Найтфола. Эрспирит Таверны. Торонто-Токио разменяли. Найтфол теряет Блэкинг Бар. У Свена, напоминаю, нет. А Эргис и Найтфол должен быть аккуратнее. Таймлап Джабс выходит в верхнюю часть карты. С этого тимфайта и талоны разбегаются. Решили вот так вот подраться в Аэргис. Неплохо. Для меня странно, что... Ну, по итогу Спектра, да, она ни туда, ни сюда. Если она даже прилетает, она получает просто Равагу. И под этой Равагой там и остается. Это, знаешь, скорее просто они думали, что... Баба Тим не все в боте, что можно как-то их развести, как-то подловить, что они продут тиммейта своего. А тут Баба Тим-то они дисциплинированные командой, кулачком вместе отходят, поэтому не дают такой возможности. Приятная аркейн руна для Даззла. И надо еще раз поддавить. Только у Слен нет ультимейта, остается Равидж. И ГПК готов. Т2 снизу ведь забрали по итогу. Да, да. Чего начиналась эта драка. При этом совсем легко. Даззл уже добрал у нас шард. Поэтому Хексу быть от яда. Заняли вражескую двойку ББТим. Расставили варды. Стоят просто под топ. Ждут. Ждут уже. Да, это вдруг там кто-то покажется. Поэтому решает ГПК просто начать сносить вышку вместе с Nightfall. Будет ли это заход на Т2? Вообще выглядит, как да. Две минуты Айгис. Все ультимейты откатились. Пингуют сейчас много на Q. Заметили его только что на варде. И может быть Nightfall прыгнет с ультимейтом. Просто в соло убьет Nightfall. Выходит в невидимости. Но не рискнул, не рискнул давить дальше. Там уже может стоять сентри. Атака от противника. Прыгает пьюр. Якорь на Эрспирита. 23-й. Защитный врыв на шеду степе. И все. Пока все. Может быть снизу нападут. Там у Эрта. Есть пару пингов от команды Талон. Но это не Вивер с Линкенсферой БКБ. Не убьют они. Да, может там совсем не будет. Мэрту. Демэджи 0. В свою очередь Свен у нас будет делать Сильвер. Класс. Класс. Да, Москва предмет. Классика против Спектры. Какие планы у Талонта? Минуту дождаться? Да качаться нужно. Надо под конец Айгиса попытаться подраться. Может через Байбеки разыграть. Нужно найти Дазла и Вингу. Силы света. И при этом, чтобы Вас Свен еще всех не переубивал за это время. Так стоит в позиции. При этом... У нас слишком долго ждать. Айгиса 50 секунд. 23-й. Один. Выход на него. Летел Айзбласт. Найтфолл. Весь урон. Влетает в Спектру. Пытается ее добить. Бладмейл активирована Спектра в таверне. Равидж доходит. Потеряли лишь Вингу. Можно драться дальше. Очень больно Тайду. Тайд горит. Под Айзбластом подшел игром. Пытается пьюр выйти из тем файта. Гонит ГПК. ГПК выпрыгивает. Пошла контратака. Хекс с поезда на Нерд Спирита теряет Айгис. Дазл. Вивер идет до конца. Пытается добить ему Эрду. Три убийства. Уже за команды Бэтбум остается Верка и Вивер. Урона нет. Фокус Файер потрачен. Вивер без дэмэджа. Ну так, на грани. Нашелой Грейв работает. То есть урона даже больше команда Талон наносит. Но теряет трех героев. Размен на двух. Если считать Айгис. Так этот урон весь в Тайд впитал на самом деле. Что мне непонятно. Что регулярно мы видим фокус Файер. Просто в Тайда. Чтобы что? Зачем? Он при любых нажмете свою Равагу? Почему Дазл бы два раза не убить? Интересно. Выбор, короче, делают Талон. Во-первых, они решаются драться в Айгис. Во-вторых, не выбирают необычные таргеты. Так, тут привязали ВР-ку. Идеально. Просто вечный контроль. Там еще и Пойзон долетел с Хексом. Ну вот как-то Микота для меня на этой ВР-ке опасения. Мои подтвердились. Теряется. Теряется Виндрейнджер. Уже и фокус Файер не делает то, о чем ты говорил, что ты врываешься. Быстро героя съедаешь. Урона не хватает. Панетворс и Виндрейнджер в районе со спектрой на дне находятся. То есть у тебя самый большой герой, ты Вивиру, которого Линкенсфера и БКБ. Мидас Усеева. Вот такой подстраховочный. Я просто посмотрел на врагов. Говорит, а так, почему у них есть, а у меня нет. Сейчас мы это все дело исправим. Показал возможности. Так, давайте пройдем по вещам. Посмотрим, что кто копит, что собирает. В следующий пик силы. Ведь в ПП-тим у нас будут ждать следующего Рошана. Гарпун для Свена понятно, чтобы лишний раз никто от него не убежал. В свою очередь. Талоны. Да, кстати, Вивер добрал себе гем, что немаловажно. Джабс будил Дейдалус. Вот Дейдалус это реально важная история. Потому что дэмэдж, судя по всему, появится. Наконец-то. Да, не хватает этого, чтобы у Торонто так его можно было за один стан убивать. Не свапал он никого. А Торонто своим солдаром долго в драке живет. Кью везет себе уже БКБ. Чтобы ворваться и выживать всю эту историю. Не погибать. Да. Да. Классно. Классный Росперид с Мидасом. Работает. Под респаун Рошана как будто будет драка. Ведь все переменные уже готовы. А ладно, давай так. Если Талон даже будут лететь. Я увидел у Кью этот Квикбай с Аганимом. Они на хайграунде смогут творить чудеса и камбэкать. Когда Бэтбум уже будут уверены в победе. В случае, если они захватят преимущество за 15 тысяч. Слушай, а как пинать под Фонтан будут? Да. Да. Это классика Талон. Слушай, ну надо быть точно осторожным. А у них Винга есть. Они знали, значит. Они супер готовились. Но до этого еще не меньше 5 минут. Росперид уфармить и фармить. Пока затишье небольшое. В целом хранить Талон вообще смысла нет. Всего лишь 4К проигрывает эта команда. Но в большей степени преимущество. Они такое сокрушительное. Ибо саппорты многое имеют. По сравнению с саппортами команды ББ. Саппорты в первую очередь Мидаса покупали. Поэтому... А вот ББ, они вот командные артефакты любят больше, судя по всему. Мидаса уже работают давно. То есть у аппарата там появляется половина Хекса. Так, ответный гем купил себе тайт. Нажимается смок. Смок нажали и Талон, и ББ тим. Сейчас будет драка. Обе команды стоят под вардами. И каждая команда хочет подраться под своим обзором. Но так не будет. Талон давит дальше. Проверяет обзор на двойке. Манта у спектры. Ух, важнейший тимфайт. Это еще и в преддверии все Рошана. Таймер появится секунды на секунду. 7 секунд. Какой же он ранее, как же повезло одной команде, которая выиграет этот файт сейчас. Да, либо Бэтбум выйдут за 10 тысяч плюс. Либо Талон полностью возвращается в эту игру. Руна ДД выпадает на верхний пауэрап Микота. Ну, слушай, там три сотни урона плюс теперь будет. Даже с фокус файером. Это шанс. Это шанс, чтобы сейчас им зацепиться за игру лучше уже не будет. Я не вижу этого момента. Видят, видят Рошана. Понимают, что противник далеко где-то и не идет вообще контест. Айс Блаз может пролететь. Спектра может выйти. Нужно быть очень аккуратным здесь. Такой своеобразного банка. Свен теряет свой тиммейт. Ну что, из пласта я не вижу. Рошан падает. Никакого контроля от команды Талон нет. Рошан вот-вот падет. Вот так вот просто. Талон в шоке. Была возможность проверить, но они не ожидали, что это может произойти вот так вот нагло. Ну и что самое главное, что Рошан настолько быстро появился. Тяжелый случай, вот что можно назвать, ведь вроде как. Но они все равно будут драться. Они сейчас побежали, побежали искать. Ведь ДД в бутылке есть. Противник сейчас должен был по карте расплетиться. И это момент для возвращения. Микот показывает, что у него все хорошо. У него уже Аганим собран. ДД пока не активно. При этом за этот мув они потратили 2 смака. Если не ошибаюсь, что если важно, это много достаточно. А ты говоришь, что Талон могут пойти драться. Я пока смотрю на Талон, на их инвентаре. И возможно Талон просто будет снова 4 минуты ждать. И никуда они будут выходить. Зачем им сейчас выходить, если у тебя у саппортов только-только появляются терни слоты. Там в виде Хекса, Аганима на аппарате и Расперита. Так можно по аркаде. Можно по карте побегать. Земелькой, ВРкой. Да, кого-то подловить. Спектра законнектится в случае чего. У тебя еще Виверон контестовый. То есть пространство-то есть. Ведь я не вижу какого-то, знаешь, ярко выраженного стана. Типа, знаешь, Баратрум по всей карте бегает. Вот да, его не поспретишь вообще. Но при этом, кроме Вивера, никто не выходит на чужую половину. Играют ребята по одному. В то время как Бутбум собирается. Ну и Бутбум не так много раскладов. Т2 на центре. Либо уже заходить на хайграунд. Что, конечно, рановато. Не уверен, что там даже с Айгисом. Все пройдет идеально. Так что и Бутбум готов фармить. Пока Айгис ничего не поменял. Хочешь посмотреть на реализацию этого фарма? Ведь по факту у ББ тема один свен огромный. Я все так же повторю, потому что я верю. Да я не то, что верю. Я вижу, что у талонов лейт сильнее. Это очевидно. Вот не знаю. С одной стороны, ты как-то Муэрту недооцениваешь, которая выходит в кэрри. Которая покупает слоты, чтобы так же драться. Для тебя это не фактор, что Бутбум и в лейте могут? Да маловато. Ей нужно линию. Ей нужно конкретно качаться, бегать. А Муэрту что делает в последнее время? Она стоит вместе с Даззлом. Ивингой вместе кучно. И прикрывает. Ну что ж, Т2 падает на центре. Последняя башня снизу. Пьюр в позиции с Найтфолом. Они готовы напасть. Они реально готовы прыгнуть. Участлив на земельку нападают. А то нажимают потом байбэк на этой земельке. И ББ этим драться будет очень сложно. А земельке остается меньше 2000. До Аганима. Это максимум 5 минут и экю. Экил будет творить историю. Когда Бэтбум будут готовы зайти на базу. Шиво у Тайтхантера. И смок атака. Бэтбум хотят поиграть с Эггисом. 2 минуты остается. Так, а что тут? Микота. Ну Микота устраивает ту саму аркаду, про которую я говорил. Он стоит под своим вардом. Он просто ждет. Но увы, сейчас он кого-то разревелит. Судя по всему, я думаю, это будет Винга. Нет. Уходит. Уходит Микота. При этом остается все еще в опасности мидер команда Талон. Тут уже и Найтфол. Ух, но обошлось. Я вижу, что и на центре готовится Бэтбум напасть на любого героя, который к рипам вышел. Но никто не выходит. Талон классно разруливает ситуацию. Вот не имея доминацию, играя против Эггиса, не подставляется и умудряется фармить карту. Забирает баунти руны. Наверное, Бэтбум это жутко бесит. Что ты ничего не можешь сделать. Кровака где-то была нажата. Так, ну он развел нас и зал на эмоции. Да, на самом деле видно, что пьюр немного в шоке. Стало, что сделал. Бывает. Теперь они не смогут развивать. Конечно, да, это случайно Рэйведж. Это не так происходит, как случайно Блэкинбарк, когда ты перекладываешь слот. Возможно, с анимацией игрался. Скучно, скучно. Я говорю, ничего не происходит. Противника не подловить. Рэйведж улетает. А может у нас повторы есть? Да, я думаю, может мы увидим. Да, из реакции можно совсем. Талон даже может об этом не знают. Так они точно об этом не знают. Вардов ведь там нет. И Талон никуда не пойдет драться. Единственное, что... Такая следственная связь была, что теперь ББ не могут пойти кого-то запушить. Или подловить кого-то через ту же самую Равагу. И нужно ждать будет... Следующего Рошана, судя по всему. Да, но если бы Талон имели такую информацию, они бы даже в Эйгис пошли. Спокойно можно было драться. Понимая, что тоже Спектру не остановит. Рэйведжем на Shadow Step. У Спектры почти бабочка. Классно. Классно. Свена пока контры на это нет. Эр Спирита появляется. Мантия невидимости. Надо Манки Хингбар будет покупать Свену. Либо что-то еще. Как же много. Я вот вижу и Микото, и Далус. И аппарат у нас Хекс доделывает. Вот, вот, вот. Поэтому сравнение саппортов скоро будет не иметь смысла. Амуэрто, который покупает тебе Мидас. Может быть стоит Торонто Токио Мидас тоже купить. Вот в таком геймплее. Игра может идти еще 20-30 минут. Ну, знаешь, тебе легко говорить. Я как рук на саппорте, я знаю, что это такое купить Мидас. Потом на тебя еще так, знаешь, косо смотрят, что... Почему ты с Мидасом друголек? Пропал Аегис. Ждем следующего Рошана. Талон. Таги так и не вышли с своей половины. Вивер разбегал по карте. Забрал много крипов. Купил Дейдалус. 2 200 в запасе. Урон появился. Нинджи Гир у Тазла. Телескоп у Торонто Токио. Из приятного. Это очень важная нейтралка. Ведь свапнуть сдалека. Это всегда то, что надо. Особенно против Талонов. Поломать им позицию условно. Ой, не знаю. Будбум опасно. Не то, что команда Будбум затягивает. Она не может закончить. И для меня все же вступает на территорию игры команда Талон. Талон играет пока в свою доту. Талон любит так играть. Талон любит играть настолько долго. Талон любит делать из своих саппортов машин. Хекс Уэнштопаришина. Не лучший хранитель Хекса. Герой, которого могут быстро убить за 2-3 удара. Который не любит оказываться в контакте. А Хекс это предполагает подойти поближе к противнику. Но это все равно сильно. Что по Аганиму Эрспирита? Какие тайминги остаются? Аганим есть. Ну вот и все. Будбум будет непросто. Будбум нужно делать все идеально. Если Талон врывается в первом. Могут просто выталкивать героя. И 1-5 его убивать. Да, напомню, с тобой согласен. Единственное что. ББ сейчас дофармливает МКБ. Чтобы были какие-то шансы убить ту же Спектру. Убить ту же ВР-ку потенциальную. Смог. Смог Аталонов. Разбитый на троих пока что. Видимо очень хотят реализовать тот самый Аганим Земели. Когда, если не сейчас? Слушай, в любой момент, когда даже Талон будут проигрывать. Как раз на Фонтане он намного круче работает в районе Т4. Там играть не так весело. До 25-го Свена, Манки Хингбар. Тысяча золота плюс. Найтфолл будет готов. Иерспирита с Манси убивать и Спектру с Бабочкой. Ну, короче, и Виндран. Все, все, все. Можно будет перебить. Преимущество растет. Я бы на это сильно внимания пока не обращал. В большей степени это Свен. Даззл уже близок к своему потолку. По слотам. Реально много чего. Сильнее он уже не станет. Наверное, дополнительный Хекс. Можно свой прикупить. А так... Да, уже какого-то Тир-С слота не придумаешь. Атака от Бэтбум. ГПК в Нинджигире. Остальные пока ждут. Да, сухая карта получилась. 27 фрагов за 41 минуту. Практические игры. Готовят сейчас Рошана. Расталкивают линии максимально. И будут уже смотреть. Так, снова у нас быстро Рошан. 15 секунд. Так, Джабс уже сверху. Добил вышку. Немного перепугал ГПК. Так, ну хорошо. Рошан и правда очень быстрый. И может быть, будут снова сейчас зайдут на наглость. И просто вдвоем, втроем с ультимейтом Свена его заберут. Нет, нет, нет. Не получится. Талон уже рисует. Уже Вивер в боте. Команда бежит под бот. Они будут контестить. Они поняли, что один раз окей. Вам повезло. Но второй раз мы будем за него драться. Мы будем считаться. С первой секунды, в общем, уходят. Да, и скан оказывается. Два скана даже у команды Талон есть. Активируют они один. В Рошпите пусто. Пьюра выходит. Кью. В смоке. Метеор. Сейчас увидят эффект Метеора. Будут ли как-то на Пьюра прыгать? Никакой реакции. Выходит просто команда Талон в Рошпит. Бэтбум в спине. Нужно больше обзора. Талон. Пока Бэтбум любые потенциальные варды подчищает. Вард на портал. Ну, тут Талон один, Бэтбум ноль. Талон больше готовы. Они сейчас встанут на позицию. Просто они видят Свена, который просто бежит в них. Да. Так, Свен выходит. Кью. Полетел. Свена ворвались. Быстро. Шеклшот. Фокус файр. Шелокрейф. Найдфол. Нужно драться. Он уже не уйдет. Он нажимает телепорт. Но есть ли в этом хоть какой-то смысл? Смысла ноль. Айсбаст работал. Свен взрывается. Принимает тайда от ревейджа. Нет смысла. Свен не выкупится. Минус три от команды Талон. Ну, вот так. Сорок третьей минуты игры. И Талон вступает в бой. А Найдфол просто выходит на стандартный вард у парного портала. При том, что знаешь, как получилось? ББ решили выкачать сначала лес. Потом спокойно растолкать линию. И уже зайти на Рошана. Но Талоны, они один раз ошиблись. Они научились на этой ошибке. И они пробежали раньше времени просто. И заняли позицию. Тут все было понятно. Очень круто, что они, знаешь, не остались в этом Рошане пить его. Старали на него фокус фаер. Они просто влетели в этого Свена, который просто не ожидал. Да, там Найтфол в панике. Как я понимаю, Владос сразу. Телепорт же нажимать Свену было бессмысленно. Бессмысленно. Он был под ультой. Да, то есть такая небольшая паника. Настолько быстро для Найтфол это произошло. При условии отсутствия драг. Последние минут 10. Хаунд у Спектры появляется. Возвращение Спектры. И Шаду Степ и Хаунд доступен. Найтфол же там еще тоже много колит. Ведь он может не посмотреть, сколько у него там секунд на АС Бласт. И сказать всей команде, что парень, все, мы выходим. Мы не деремся. Ничего не получится. И уже 5000 за команды Талон за счет эссенции Аганима. Торонто-Токио приближается потихоньку к Аганиму. Хотя я думаю, Мидас все еще может появиться. И подлингал. Капокальники с Верой. Сразу прилетает 23-й. Маны маловато. Но Сайланс висит. Очень легко. Загулял. Где он был? Ведь это понятно, что Талоны после Аегиса, они начнут играть первым номером. Они сейчас регулярно будут бегать, зажимать. И забирать просто львиную долю карты. Пространство непосредственно. Хочет пюрда фармить Хекс. Без него никак. Контроль очень нужен. Ведь у Талонов все такие изворотливые. Какие-то бегуны, линки. Вот эта вся история. Получает у нас шар на Атфол. Руна ДД снизу. Команда Талон ее контролирует. Тут может забрать Виндрейнджер. Снова в бутылку. Так тут и Вивер может забрать. У него Дейдалус. Вообще любой герой забирает. И сразу по-другому драка выглядит. Ну а сейчас быстрый джаб должен пропушить линию. И может заходить на Т2. И снизу, и по центру. Не уверен, что Бутбум готова это принимать. Потерянница. Инициатива потеряна полностью. Я, правда, не уверен, была ли она у Бутбум. Прям такая яркая. Ибо Талон контролировали ситуацию. На хайграунд зайти Бутбум не могла. Слушай, ну последние 20 минут Бутбум контролировал. Действительно, они делали, что хотели. Фармили в любой зоне. Единственное, что оставалось с Талоном, это просто сплитить, бегать, качать какие-то боковые истории. Ну и вот за один мув. Лейта, понятно, за Талонами. Как будет сетом выбираться ББ, пока непонятно. Да, нужно посмотреть другую драку. Нужно, чтобы Бетбум напала первой. А не принимать атаку на Свена или на Дазла, это не важно. Мы давненько не видели Пьюра, который прыгает с Ревейджем. Так еще, знаешь, не просто напала, а напала в какую-то аппарату земелью. Сразу вот тут выключить больших вот этих саппортов. И тогда можно в доту поиграть. Аппарат ведь растет дальше. Вот ты, кстати, говорил по поводу... Я не помню, какого героя предлагал. Говоришь, нет, ну нельзя брать этого героя. Он сатаник любит покупать. Теперь Свен также играет, и Айс Бласт почти всегда в цель. Да, да, я говорил, что действительно аппарат, он слаб на линии. Но по игре Айс Бласт контролирует просто всю эту историю. Так, ну очень близки Талон к атаке. Видят Пьюра. Пьюр в глимер кейпе. Так, по ДД ВР как тирала ДД. Сейчас любой, кто покажет. Айс и на ГПК сейчас просто влетят. А надо бы, надо бы. Пивер с гемом. ГПК очень аккуратно выходит. Ну и Талон аккуратно играет. Талон не рискует, несмотря даже на Гиду. Не хотят отдавать преимущества. Ну, в целом-то понятно. Ведь у Талона качаются три героя. У ББТим один герой, и это Свен. Кто-то скажет, вот тебе и у Мэрт уже Милнир. И дальше Хьюрикинг Пайк. То есть, если игра продлится еще минут сорок, у Саева будет шесть лотов. Как у Найтфолла было бы на этом персонаже. А вот не уверен. Не уверен, потому что карты будут все меньше и меньше оставаться. Потому что такой пик у Талон. Очень мобильный, очень комфортный. И чем дальше, тем он сильнее. В свою очередь Тайд добрал уже Хекс. Аркан Блинк покупает у нас Дазл. Ну, точнее, планирует брать. ГПК могут напасть. Джабс раз за разом бегает. Подсвечивает. Гейм оф Трусайд. Ир Спирит там уже на готове. Переждали. Переждали. Бэтбум. Почти весь Аэгис. Остается 30 секунд. Потеряли башню снизу. Башню на центре. Хекс покупает тебе Пьюр. И мы должны прямо сейчас увидеть классический смоук в дроп Аэгиса. Бэтбум собирается вместе. Ну, давайте посмотрим. Получится ли у команды. Не будет смока. Я чуть не особо верю. Потому что байбеков нет. Байбека нет на Свене, на Тайде. Они просто решают выйти под свой вижен. Под конец Аэгиса. Это окей му. Вполне комфортно. Ставят вперед Тайда под линкой. Чтобы лишний раз фокус фаером не стерли. Но он видит Кью. Хекс. БКБ может успеть нажать Кью. И команда будет рядом. И не факт, что Респирита получится убить. БКБ, Бладмейл. Кью выкатывается. Вкатывается зато Спектра. На Найтфол. А за колинг визи. 23-й Блэкинг Барр идет до конца. У 23-го еще должен быть баш. Полетел Айс Бласт. Найтфол. Уворачивается Айс Бласт. Драться можно дальше к команде Бэтбум. 23-й без БКБ. Пытается выйти из симфайта. Залетает реведж. Все на 23-го. Он один. СВН БКБ. Ультимейтер. Спирит превращает Спектру в камень. Но Спектра погибает. Байбака нет. Добивает ее Респирита. Микота. БКБ телепорт успеет не уйти. Много урона стреляет в том числе. И Муэрта. 3 килла для команды Бэтбум. Настоящий подарок. Аталон. Джабс уходит. Ну давай, Владос. Давай в аналитику сейчас поиграем. Вот то, что сейчас произошло за эту минуту. Я ничего не понимаю. Потому что одна земель, вы вроде как, она погибает. Окей, а дайте эту земель, да пусть она погибнет. На самом деле он нажимал БКБ и просто выкатывалась. Зачем драться? Зачем пульт нажимает Спектра? И вроде как всю доминацию сейчас снова забрали ББ за один мув. Какой-то халявный подарок произошел. Это сложно проанализировать. Съедает Вибер крипов в центре. Поэтому последняя пачка остается. Но команде Бэтбума этого должно хватить, чтобы сломать центральную линию. Так они еще и топ сломают. Вообще они могут затраить рон. Знаем Бэтбум. Чисто выбить фейк-трон. Фейк-трон нужно выбить Байбеке. Спектра без Байбека вовсе. Расперит может покупаться. Виндрэнджер ждет. Нажимается глиф. Крипы остаются. Бэтбум также нажимает глиф. Очень умно. Два крипа, два рейнджа на месте. И с ними можно играть. Регенит ГПК крипов. Крипы живут. Крипы живут. Джабс пытается добить эти крипов. Выкупает Северсберит. Дэдшот полетел. Джабс Блэкинг Барри пытается бить Пьюра. Кстати, неплохой урон от Вивера с Дейдаусом. Но этого, конечно, не хватит, чтобы убить всю команду Бэтбум. Падает и четыре дальше. Спектра 20 секунд. Виндрэнджер не выкупается. Очень хладнокровно. Все-таки пришлось. Полетел Айзбат. Вивера убивает. Айзбат очень крутой. Падает рон команда Бэтбум. Бэкдор протексон. Ааа, они перебьют. Они пытаются перебивать. Нет, не выхватит урона. Они как Найтбол пытаются уйти из драки. Ой, как много урона. Микота вливает шоклшот. Зашел сейф. И Тайтхантер. Пока мне игры с Эйблэкинг Барри пытается улететь. Улетает. С остальными есть проблемы. Расперит отменяет телепорт. Пьюра останется здесь. Остается и Торонто Токио. Джаб Соло. Джаб Соло. Скипнул крипов. Благодаря этому Трон остался стоять. Да, и крипов Бэтбум все понимала. Они пытались эти крипов защищать по максимуму. Ну, наконец-то началась дота. А не вот эта сухая игра. Пошли качели. Пошли ошибки. Пошли эмоции. И уже Талон в атаке. Байбеки есть. Талон навряд ли прямо сейчас закончат. При этом сами Талон, не забываем, два бая потеряли. Выкупается Пьюр. Да даже три бая. Там у ВР-ки нету. У Вивера и у Земельки. Падает база. Быстро. Ого. У вас третий испугался Пойзона и БКБ нажал. Тем самым атака заканчивается. И Рошан номер четыре появляется. Что там по таймеру? И? Опять. Опять очень быстро Рошан. Такая вот карта. Ну слушай, он сейчас был пять секунд, если не ошибаюсь. Потом десять. Теперь уже он двенадцать секунд. Все больше и больше. Это важно. Вот такие тайминги важны. Ибо Талон прямо сейчас к этому Рошпиту дойдут. Свена на карте нет. И Талон могут рискнуть попытаться его мгновенно убить. Рошан есть. Далее Бэтбум. Но они не успеют. Они не успеют. Слишком быстро Рошан. Аканим для Вивера может быть из-за интересного. Вот я думаю, как можно было ББТ Тим в тот момент обыграть. Ведь они по факту могли сделать мега крипов. В том моменте вместо этого трона. Но они понимали, что у Свена сейчас, кажется, ГДС. Можно рискнуть. Можно пойти условно сделать, знаешь, такой Алым тот самый знаменитый. Поставить все по факту. И теперь смок от ББ Тим в Айигис. На скане. На скане. Все. Талон просто читает идеально. Не знают. Знают Бэтбум. А это потому, что бот. Смотри, там в боте крипов много. Но нападение на Спектру происходит. Спектра без Айигиса. Обрыв. Два урона. Старо. И не успевает. Не успевает спасти. Спектра выкупается. Возвращается в тимфайт быстро. Атака на Найтфол. Найтфол под жестким прессингом. Найтфол убили. Ультимейты не будут. Выкупаться бесполезно. Добивает от Ротто Тойкер. Спирит прицел за КПК. КПК в таверне. О, уничтожение команды Бэтбум полное. И остается один сейв. Добивает его. Выкупается Дазл. Но КПК будет не единственный, кто должен нажать байбэк. Пьюр без телепорта на горе. Его не видят. Притаился. Притаился огромный арабус. Слушай, он крипов может съесть. А он так и будет делать. Но уже пора. С другой стороны нет байбэка. Рискованная история. Рискованная. Сейчас нет ГДСа на свене. Не представляю, как убивать ВР-ку два раза. Потому что один раз окей. Но два у тебя Эгис. И это усложновато. Слишком много было. Вот знаешь, такая самовременность, наверное, была. Самовременность именно в центральном коридоре. Мы напали на спектру. Но она же очевидно с байбэком. Ведь мы же знаем, кто байбэкался. ВР-ка, земелька и вивер байбэкались условно. Давайте в них нападем. Но, видимо, решили по-другому. И вот мы видим итог этого решения. Талон не идут в трон. Талон как раз играет аккуратно. Забирает центр, забирает нижнюю линию. Может быть, даже не успеют мега-крипов сделать. Но у них остается Эгис. Ничего не мешает подраться. Профрешер у спектры. Перешли мы в стадию уже такого супер-лейта. Идут уже бедни до последних сайтов. Токио готов свапать. Правда, непонятно, кого. Ну да, там, знаешь-ка, вот этот свап, он нужен уже на сейф, а не атаку. Сейчас бы, знаешь, какую-то рунку, может, ДД, найти иллюзию, чтобы там иллюзия забатил на рвагу. Сыграть вот с умом. При этом Талоны просто стоят под своим виженом, дальше ждут. Ждут ошибки от BB Team. Кто куда выйдет? Окей, BB Team просто выходит под бот. Понимает, что нельзя стоять просто на базе и их закроет, и будет уже невозможно. В свою очередь у Nightfall есть рефреш. Не знаю, я почему-то верю в бот-бум. Я сейчас подумал, байбеков нет. Спектру убить можно один раз легко. Нравится, что вот-вот откатится. Можно, можно попытаться. Байбеков нет ни у кого. Это важно. ДД в топе, ДД в топе для биткота. ДД в топе, окей. Все, драться нельзя две минуты. Им нужно это узнать и нужно просто встать на базе. Зато у Талон будут руки чесаться. Две минуты как раз Аэгис остается. И можно попытаться по верхней линии зайти. Можно просто зайти и сломать вообще сайт. Хотя, с другой стороны, знаешь, байбеков нет. И рисковать здесь точно никто не будет, потому что карта уже настолько напряжена, наверное, что каждая команда хочет сказать максимально осторожно. Тут нет бессмертного героя. Любая команда может ворваться в самого сильного героя, будто Слен или будто Спектра. Убить его, этого героя, за 2-3 секунды. Мы это видим. Да. В этом магия, что преимущество есть. Но самое важное сейчас это байбеки. И может даже мы увидим ситуацию, когда у нас будет 10 да в состоянии выкупа. Для этого должно пройти еще, знаешь, 5 минут. То есть до 60-й, если дотерпим, то да, там уже будет. Талон излишне аккуратный. Так они не дошли до базы. Пытались найти противника на фарм-точках. Пусто. Терзатель. Возможно, еще у кого-то нет Аганимшарда, хотя похоже у всех. Но должен был быть куплен, либо взят с Терзателем. Такой стадии Терзателя может и в ответ тоже удивить. Бьюр на Девардинге. На него пингуют. На него хотят выйти. Спектра, Хаунд, Бьюра на пале. Бьюром дальше. Летит Кью. Нажимает БКБ. Пошел булыжник. Вингу потеряли слишком быстро. Шекл какой! Вы посмотрите! Свен Тайткатер вне игры. Свен пытается просто убежать. Тайтфолл бьет Жука. Жук уничтожен на базе команды ББ. В отчисленном большинстве талон прямо сейчас. Но не идут. Крипов нет. При этом еще в этом файте Дазл нажал БКБ. И как будто ребята из талона об этом просто не знали. Да и в принципе уже все равно. Ну да, она уже откатилась, конечно. Быстрая история. Подзажались, подзажались. Но здесь уже ничего не поделаешь. Нужно ждать ошибки талон. Как-то по-хитрому сыграть не получится. Я не вижу тут вариантов. Хотя ладно, всегда можно представить вариант выйти в чужой трон. Но неудачная линия с пуша на центр. Постоянно талон держит ее в напряжении. То есть зайти и забрать трон в момент тимфайта не получится. Да это и не нужно, на самом деле. Ведь я думаю... Хотя подожди, глифа нет. В принципе, вот знаешь, если вот так вот подумать, может быть и да. Рафрэшеру Пьюра. До следующего Рошана две с половиной минуты. Давай ставки. Через сколько он появится? 30 секунд, минута. После таймера. Ну давай на 30 поставим. Ты же логику нашел определенно. Да, я понял, что он каждый раз там по 10-15 секунд накидывает. Так, ладно. Пьюр. Все же два рэвэджа. Хаунд. Нападение. Быстрое. Кого? Пытается убить Пьюру. Пьюр подшел игреевым. Выходит из тимфайта. Пока не так плохо для ББ. ГПК теряет по КБ. Ничего страшного. Талон прям ждут супер верочный вариант для того, чтобы закончить. Это не то. Ну и таймеры, таймеры. Посмотрите, байбеки появляются понемногу. Пока, правда, только для команды Талон. Но ничего. Две минуты появятся из стороны Бэтбума у всех. Но деньги только будут нужно накопить. Ух, да, напряженно. Напряженно. Я вот говорил, как Талон будут камбекать, как они могут это делать с Роспиритом. Теперь пытаюсь придумать, что Бэтбум должны сделать. Да, вроде все есть. С Веном все есть. Там рапира какая-то не роляет. Урона, как мы сказали, хватает. Смоука на варде. Разбили. При наличии гембокоманды ББ. Так, выходят подбор. Хотят забрать Терзателя. Ведет всю эту историю Талоны. Не уверен, что Терзатель это прям вау идея сейчас. Как ты уже говорил, можно казаться без ХП. А там Талон на готовенькое с Хаунтом и с Бластом придут. Пошли, пошли искать. ББ Тим пытаются найти хоть какой-то фраг. Но если они зайдут на двойку, то конец. Там просто полный контроль. Талон. Весь Вижен, Сентри, Опсы. Да и линии уже пушатся. Бэтбум не могут сидеть здесь вечно. Нужно отпушивать центр будет. Так что назад. Удивлен, знаешь, в выдержке Q. Вот он стоит, видит, как заклинание кастуется. Просто непонятно откуда. И так, я думаю, ему хочется влететь. Устроить там уже экшен. Нажать это БКБшку. Кого-то в аганим условно. Но он понимает, нет. Команды не было от Коров. Значит, еще качаемся. Сладнокровен. Это Талон. Талон. Ничего удивительного. Обычно самая легендарная игра. Это Талон Тундра. Которые вот идут по часу. Две команды с похожим плейстайлом зачастую бывают. Ну, одна уже вылетела. Одна уже вылетела. Ну, как справиться с такой нагрузкой на 59-й? 1300 денег Свену на байбэк не хватает. Даззла аналогично. 1000 плюс минута таймера. Многовато. Нужно еще на вайс посидеть, чтобы наверняка... Минута 44. Все же Рошан в этот раз подольше. Но об этом, конечно же, команда не знает. Так это на руку для ББТ. Это время дофармить байбэки. Чтобы они откатились уже наверняка. С одной стороны, да. С другой стороны, все равно нужно в Рошпит подходить поближе. Расставлять варды. Уже сейчас. Найтфол аккуратненько на профарм. Остальные игроки Бэтбум бегают по базе. И Талон, заметьте, играет на своей половине. Да, даже очень аккуратно выходит. Играя чисто от скана, от обзора. Хочу отметить два Айон-диска. Что у аппарата, что у земели. Там в покупке стоит Айон-диск. Перерасно понимает, чтобы Свен лишний раз не прыгнул, не удивил. Эта история очень нужна. Мидаса позволит быстро выбить шмотки пятого разряда прямо сейчас. Команде Талон. И они появляются прямо сейчас. Найтфол забирает первую. Что, второй дезолятор мы хотим? Какой предмет? Мирор Шилд. Блин, ну нужен дэмэдж. Нужно еще дэмэджа, потому что Свента один кто убьет. Экс-машина у Вивера. Ну, очень много активных предметов. Да и монопол вроде у Вивера неплохой. Букву Шадоуз взяла Спектра. Интересный выбор. Мирор Шилд у своя, наиправда. Лучший слот. Сир Стоунер Спирита. Не повезло о команде Бодбум. Наверное, лучший слот для Айр Спирита выпал. При таком вот фарме. До Рошана 15 секунд. Уже совсем скоро. Талоны все это дело понимают. Контролируют зону Рошана. Нулифайер у Спектры. Тоже шестой или даже седьмой слот для кэри команды Талон. Да, что может быть страшнее, чем Спектра в Супер Лейте. Почти с 30 уровнем. Пиратская шляпа для сейва. Ну что, сейв это может быть сейв для команды Бодбум в тимфайте. Такая темная лошадка. Непримечательный саппорт, который сможет внести много урона. Поглядим. Сирстоун для ГПК. Вуков Зе Дед. Для аппарата. У Талона больше возможностей для пуша. Осталось только Тайт. Чтобы у нас все красиво слева было. Тайт. А то у меня глаз дургается. Арканист Армор, наверное, да, из такого вот по билду Пьюра. Может быть секс-машина тоже. Дабл хекс, трипл хекс. Зеркало тоже неплохое. То есть вариантов там много. А я конкретно про байбек говорил. Ну, там 500 голды осталось. Да. Ждем. Ждем байбек и будет веселье. Все, это должен быть один из последних слотов. Нет, еще Торонто Токио. Сирстоун лучшее, что может найти на винге. По ощущениям, BB7 должны пойти искать драку. Они не могут на базе своей дефаться. Им нужно найти, начать с пиков, начать с файта. Может быть вижен какой-то расставить. Вот сейчас они стоят в этой двойке. Ну, к ним никто не ходит. К ним никто и не придет на самом-то деле. Даже с Айгисом не придет. Им не нужно рисковать. Поэтому нужно удивить противника. Аталон потихоньку, потихоньку продавливает. Центр, нижняя линия. Топ очень сильно пропушенный. Команда готова заходить. Мега-крипы, конечно, не остановят игру. Но тяжело будет с ними. Особенно при условии, что там еще Некра будут бегать на базе. Битта-4 в момент тимфайта. Пьюр становится гигантским на тайде. Book of the Dead у Торонто Токио. Ответка. Разобранный у Кью Айон диск. Все верно, чтобы случайно его не прокнули. Ведь у земельки там хп что-то в районе 4000. Наверное, и Торонто Токио может есть смысл паковаться уже в статы, урон. Как считаешь? Раз мы обозначили проблему, что Свен это единственный такой прям серьезный урон. И остальные герои уже послабее. Вот у тебя есть Муэрто. Будет еще и Винга. Там БКБ. Звучит так круто. Конечно, нужно. Но а где фарм найти? Потому что любой ближайший фарм добирают коры. Посмотри, что происходит. Некра. Катапульты. Фокус фаер от Микота. Вот это может быть лично. Но Микота с Айеги сам. Отталкивает ветер. Просто Свен врывает спектра. Получает поезд. Спектру можно постропить. Ой-ой-ой. Как же влетел 23-й неудачно. Из Бласт. Не должен ничего менять. Наживает и Виншлл Спирит, и Муэрто. Ну что? Очередной небольшой подарок от 23-го. Игра продолжается. Бэтбум получает моральный удар. Можно идти самим вот так. Слушай, а может это многоуровневый бай тут самый? Чтобы те вышли с базы, их уже наказали через байбэк? Сейчас посмотрим. Ведь на самом-то деле Айеги стресснится через... Ну, закончится, да? Через 140 секунд. А спектра рессится через 90. Будет окошко, где можно снова драться. Ну, возможно, да. Талон... Снова ДД в боте, смотри. Ну, в этот раз Бэтбум могут его законтролить. И Бэтбум видят. Видят, видят, видят. Видят, они знают. Как-то и поддавить. Но время есть. Время есть. Могут Бэтбум отправиться за этой руной. Блин, мне так нравится. Тайт огромный просто ходит. Огромный. Да, он и топчет всех этим гигантским кольцом в тимфайте тоже. Это больно. Ну, что, понимаешь, что баф Агра и БКБ. Ой-ой-ой. Так, ДД у нас не в бутылку взяли. Может быть, сразу надо и реализовать его. Поехали, поехали. Это уже может быть байбэк. Сразу же на врыв. Посмотрим, как Бэтбум с этим справится. У Тайда есть Рэвэйдж. Видит аппарата. Быстрый вырыв на него. Лиген Сфера дропнута. Настается Айн Диск. Спектра выкупается тут же. Тимфайт прилетает. 23-й пытается драться против Торонто-Токио. Спектра подшел игреевым. Торонто живет. Но очень быстро убивает ГПК. ГПК больше нет в игре. Добивает и Пьюра. Мы не увидели Рэвэйджа. Свен один против всех. Торо-Токио просто пытается выйти из Тифайта. Свап нажимает. Последний момент. В погоне продолжается. Найтфолл. Повершот. За ним летят до конца. Гем есть. У Артфирита видят, видят, видят. Видят Свена. Полтер еще один. Прыгает Джабс. Минус 4. Но есть байбэк у всех. Выкупается Бэтбум. Раз, два. Ждем дальше. У Свена ультимейт. У Тайтхантер ультимейт. Поэтому, возможно, талон не задавит сейчас в трон. И пока на этом конец. Что мы увидели? Давай так. Мы увидели Тайда. Который нашел лучшую цель аппарата. Что может быть вообще лучше, чем легкий аппарат? Окей. У него есть Айон. Из-за этого мы быстро его убить не можем. Ну, что мы видим дальше? Бэбэ просто идет и начинает разворачиваться. Они даже не понимают, кого убить. Справа Вивер. Верка слева откуда-то. Спектра иллюзии. Ну, то есть все. Там прям просто сложно драться. Непонятно, кого убить вообще. Выбивают еще один байбэк. Но пока Найтфолл вне игры. Без него драка невозможна. Казармы падают. Микота. Рефреш пошел. Экс-машина. Фокус файр просто в казарму. Свена ждут. Неужели Найтфолл будет ждать до последнего? Ждать идеального момента? Заметили Орд Спирита. Срабатывает тайм-диск. Полетел Айзбас. Выкупается идеалыч. Свена телепорта. Готов рываться. Кью пытается вытеснить файта на Болдере. Врыв от жабса. Таймлапс. Тут же Найтфолл потерял вот этот прыжок на таймлапс. И команда Талон блестяще сыграна. Просто развели бэтбум. Выходит в полном составе. В ожидании тиммейтов. И можно возвращаться на казармы. Да, они действительно дождутся просто конца ГДСа и вернутся. Потому что дэмэджа просто не будет у ББ никак. Ну, неоткуда. Тяжелый случай. Вот что можно только сказать про этот момент. Потому что видно, что Талоны спокойно, дисциплинированно. Никуда не торопясь. Выбивают все, что надо. Вивер бегает. Земля вообще в себя в статуе и катится вперед. И с ней точно нужно считаться. Они такие, а что это вообще такое у нас летит? И мы видим, как ГПК пострадал на 68-й минуте. Не так уже хороший этот дазл, как это было на 20-е, на 30-е. Даже на 40-й. Я говорил. Окей. Дали немножко ББ-тим подышать. Открыли двойку. Но при этом Талоны уже на подходе. Стоят сверху. Понимают, что противник дефать вообще не готов. Дефать нечем. А, кстати, в Тронтоке у БКБ с ней что-ли? Интересный затар. Да и массовые блокинг-бары у нас выходят. И у Пьюра будет. Ибо неохота умирать за хекс. Стан там еще один стан летит. Или ты в камень можешь превратиться. Ну, ждут, ждут талон. Пока распушивают линии. Снизу все пропушено. Работают супер-крипы. Смог активирован. Видят Пьюра. С байбеками беды. Нападение в камень превратили Пьюра. Пьюр выходит из тимфайта. Получает хекс. Фокус фаер. Нулифайр есть. Свап очень хорошо. Но Райваджа нет. Пьюр пока никак не поможет. Шелый Грейв спасает Айда. Спектра на хаунте. Прилетает на Торонто-Токио. Минус Торонто. Он без байбека. Теряет Пьюра без байбека. И оффлейнер команды Бэтбум. Дазл горит. Выживает после Айбласта. Падают. Падают казармы. Рефрешер от Муэрту. Спасают казармы. До последнего Некра уничтожены. Только красные остаются рейнджовые казармы Пали. Мега-крепы для Талон. Все будет намного проще. На Италон остаются здесь. Вивер с секс-машиной БКГБ на месте. Можно заканчивать. Что делать Бэтбум? Свен с ультой. Муэрта с ультой. Давно я не видел такую оторожную команду. 50 тысяч лида. А они настолько аккуратненько это все филигранно делали. Бэн порвался на Вивера. Там Киек. Сразу же и все. Линкен сфера. И можно контратаковать. Пика. И Nightfall в панике. Nightfall в панике. Не понимают, что делать Бэтбум. Их просто как детей тут возят на этой базе. С редкими ошибками от Талон, которые продлевали эту игру. Но дальше снова мы видим полный контроль. Да, снова просто ГДС нажался. Говорит, все парни, ГДС нажали. Выходим. Умываем руки условно. И они ненадолго отошли. И они сейчас вернутся буквально через секунд 30. Даже меньше, я думаю. Остается там 150 хп у Тир 4. Понимают, что байбэков нет, что у Тайды и у Винги. Раз они уже не нажали. Ни Свен без рефрешера, без ультимейта. В этот раз на ГПК нападение. ГПК с БКБ пытается драться. Я писал просто на ГПК по лицу. 23-й выписал. ГПК в таверне. Залетает С-Плаз. Команда Бэтбум сдается. 1-0. Талон. Блестящая дота. Да, затянулась эта карта. Но...